Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты сын Андрея Как же я сразу не сообразил Сын Андрея и Надя Все это время ты в нашем месте А Катя Тоже была частью твоего плана Ты хотел не только Разорить меня, но и разрушить семью У вас самого и без меня Всю жизнь очень хорошо Получалось разрушать свою семью Алло, здрасте! Я звоню вам по поводу объявления Уютная квартира в живописном месте Да, спасибо Послушай, Вадим, я действительно не знал о гибели твоего отца Мы разошлись, мы разошлись Он уехал из города, он прервал все связи, все Перестаньте, с чего вы несете? Вы просто кинули моего отца Давайте называть вещи своими именами Вы просто взяли и отжали у него бизнес, вот и все Это был и мой бизнес Мы своим отцом задумали глобал Мы продали всю недвижимость Мы взяли кредит в банке под огромные безумные проценты Мы начали все с нуля Да, твой отец был новичок в бизнесе Он начал позволять тебе то, что нельзя Понимаешь? Он вынимал из нашего бизнеса деньги на свои личные нужды И что? Что вы взяли и вышвырнули его из вашего общего бизнеса, да? Он сам, он сам захотел выйти из бизнеса Потребовал свою долю, 50% из средств глобала Если бы я согласился, компания бы рухнула Вы могли просто отдать ему акции, а потом выкупить их за полцены, вот и все Именно, это я и предложил ему Но отец твой пошел на принцип Только на личные все и сразу И когда я приехал к нему с акциями, он швырнул мне их в лицо С гневом выгнал из дома, больше мы с ним не виделись В течение нескольких лет я переводил на его счет дивиденды от прибыли компании Я выплатил все, что должен Как так случилось, что мама погибла? Отец начал много пить И однажды взаснул сигарету в руках Меня мать выдолкнула из огня, сама с отцом не успела Крыша рухнула Прости Кстати, у меня к тебе еще один вопрос о Кате Ты нарочно привез ее ко мне Ты намеренно влюбил ее в себя Она же ничего не знала А она-то тут при чем, Вадим? Никогда Я не хотел и не планировал обижать Катю Потому что Катя для меня, так же, как и для вас, очень близкий человек А я близких людей не предаю У себя не кончено У себя не кончено О, бабулечка Здорово, ты как? Ты кефир в стакан налил, что ли? Тебе Евгений Александрович привет передавал Спасибо не иск за разбитый автомобиль Я нормально вожу А ты хотя бы спасибо сказал Ванька, спасибо тебе огромное Ты выручил Просто водить это тебе не кулаками махать Тебе тут опыт нужен Конечно Ты вообще понимаешь, чьей жизнью ты рискуешь? Ты когда в запой уходишь, понимаешь, чем ты рискуешь? Понимаю Понимаешь Я о тебе думал О том, что мой сын Что? Что мой сын? Не, ну говори, что? Убийца? Был я у него в больнице, жив он, не убил я его В этот раз, а в следующий Ну тогда иди, вписи вон, ищу ящик водки Мало ли, опять вод подкину Ну вот, собственно, кухня Мебелью пользоваться не советую Еле дышит Газовой плитой тоже может пыхнуть Он электрическая горелка Я ей будешь пользоваться Значит А, в ванной комнате умывальника нет Будешь умываться вот здесь Что еще? Ну, ага, вот холодильник вот в этом углу И если сосед снизу будет там звонить, стучать, да ему не открывай Он с придурью там, короче, не совсем нормальный И вот непосредственно хоромы Комната Ну вот, ремонта нет, но очень уютно А Это что? Это жилец два дня назад съехал Думал, возьму в качестве оплаты за квартиру Вот это вот существо Народ пошел, глаз и глаз нужен, да Ну давай, да, да, нет, нет, решаю У меня очень мало времени Да Правда, у меня деньги только за первую неделю Ладно, давай за неделю Моя доброта меня погубит Так, давай, деньги Спасибо Вот тебе ключи Существо можешь выкинуть из окна Ну, в общем, как знаешь Все, я пошла, располагайся Спасибо, до свидания Ну что, сосед Меня Саша зовут Давай разрушим потолок И будем видеть бездну звезд Читать падение их следы Я притворюсь в одну кому Что я твоих не вижу Слез сквозь полный тенант Ладно, aç Ну что, не спа Разрушилась брус Субтитры сделал DimaTorzok Олег Сергеевич, а я думаю, вы в курсе, что организация подполнена, потому что у нас уголовно наказуема. Я знаю, поэтому я этим не занимаюсь, да? Да. Так же вы упрямые, а? Да ведь так легко облегчить свою участь. Слушайте, а вы попробуйте думать о сроке, который получите, если не станет с нами сотрудничать, а? Потянем ниточку о похищении, вы меня с кем-то путаете. Разве? Ну ладно. Пока надо ввести. Это пока свидетель. Ваши преступления. Ну что, может быть, вы знакомы? Это и есть тот человек, за кого вы меня принимаете. Он является организатором подпольных боев. Так же этот человек обманом втянул меня в свою криминальную деятельность и... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай к камеру. Ты выгляди. Как? Как? Неравнодушен к вам человеку? Ну так... Наверное, знает что это, да? О, сейчас напишет про вас. И срок начнет расти, 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 расти. Ах! Да и я напишу. Давайте. Пошел. Пожалуйста. Алёхина! Стоять! Кругом! А ну-ка, посмотри на меня. Ты ж отвратительно выглядишь. Ты что делала вчера? Погуляла хорошо, да? Да, хорошо. Молодец, конечно, рад за тебя, но работать всё равно придётся. Да, как видите, я для этого здесь. Ой, Саша, Саша, тебе повезло. Я знаю лучший антипохмельный рецепт. Короче, я отдыхал как-то в Индии, семь дней, друга, день рождения праздновали, никак просохнуть не могли. Я всё время и 25-летний рок, и танцы были, и будни были. А на восьмой день звонит заказчик и говорит, я хочу проверить. Ой, ну, будем тебя лечить. Вика, стоять иди сюда. Не бойся, открывай быстрее, жунащик свой записывай. Так, ты сейчас идёшь в магазин. Нет, вначале идёшь в отдел, берёшь деньги в отделе и идёшь в магазин. А в магазине мне от тебя нужен кефир, кардамон, авокадо, лайм и минеральная вода. Минеральной воды побольше. Запомнила? Чё стоим, давай бегом. От тебя жизнь человека зависит. Ну, идём. Так вот, заказчик так и приехал. Ему всё понравилось. И понравился даже 25-летний Ром. Слушай, не могу смотреть на тебя больно. Алкоголик малолетний. Пошли тебя на ноги ставить. Зоя! А? Чё за мужик? А то он за мной в школе ухлёстывал. Угу. Да. Толстяная стала, страсть. А кто он у нас? О, экономист. А, а у нас всё экономисты. Да, прям все, кроме тебя. Ой. О, и вот этого помню. Помню. Смотри, какой стал-то. Кто он у нас? Риэлтор. О, надо будет к друзьям к нему постучаться. Риэлтор? Мы с ним вместе на Олимпиаду ездили. Да, по биологии. Да. Ну, я, правда, туда по ошибке попала. Ну, не важно. Он такой прям был крутой-крутой. Ой. А жена какая страшная. Я же лучше, правда? Намного. Могу без хлеба. Чего ты хлеба не купила? Нет хлеба. Без хлеба. Боже. Верка. Это моя лучшая подруга. Да. Ой. Как вы с ней зажигали, ты бы знал. Ну-ка. Она, смотри, замужем за депутатом. И сын у нее учится на дипломата. Слушай, ну, может, я его с нашей эриской познакомить? Как ты думаешь? Ну, она ничего. Что ничего? Знаешь что? Конечно, он муж депутат. У них, небось, денег, он куры не клюет. Не про деньги, а про внешность. После 25, Коля, чем больше денег во внешность вложишь, тем лучше. Ты мне на косметолога денег особо не даешь. Ой, она такая дура была. Не буду я к ней в друзья стучаться. Итак, друзья мои, ролики крутятся, и результаты компании видны. Все очевидно, все хорошо, мы зарабатываем новые бонусы, но расслабляться нам не стоит. Нам нужно сейчас все вместе, все себе подумать, как бы заманить в салоны всех тех, чьи планы не входило использование услуг компании Глобал. Все ясно? Нужно предложить то, чего ни у кого нет. Вау, Катерина, вы просто капитан очевидность. Вот вам и новое задание. Егор, а какие у вас идеи? Может быть, вы поделитесь, я чему-нибудь научусь. Ну, например, идея номер раз, она очевидна, она на поверхности. Давайте поиграемся с аксессуарами. Пример. Купим партию эксклюзивных чехлов, которые будут продаваться только в наших салонах. Получается, человек приходит за чехлом, мы ему парим пакет. В качестве бреда можно для мужчин выпускать чехлы с открывашками для пива. А вот тут молодец. Неси зачетку, Катерина. Справилась? Давай развивать идею дальше. Что же могло бы быть интересно исключительно только девушкам? Что бы это могло быть? Саша, вот тебе что бы интересно было. Да, я тут, я в порядке. Понятно. Ладно, продолжаем дальше, думаем. Да, это же как надо было себя вести, что бы тебя из клиники выставили. Да не мешали мне работать. Угу. И пытались лечить? Надо же. А пап, это платная клиника. Оттуда вылететь, в принципе, невозможно. Понимаешь? Ну, ты же знаешь, у меня талант. А еще какое. Леня, я у компьютера. А где файл? Ты мне его переслал? Саша, ты была врача, выглядишь неважно. Да, все хорошо. Ты обедать? Можешь себя подвезти куда-нибудь? Нет, я лучше прогуляюсь. Спасибо. До встречи. Давай. Эндрю. Здравствуйте. Добрый день. Как там, Вадим? Вы были у него? Многоуважаемый Александр. Я очень сильно надеялся, что к этому разговору мы с вами не вернемся. Я за него переживаю. Может, ему какая-то помощь нужна? Ты такая эгоистка. Почему? Вадим 10 лет шел к тому, чтобы занять такую высокую должность, чтобы реализовать свои огромные амбиции. А теперь вся эта работа кошки под хвост. И началось все после встречи с тобой. И теперь не просто неизвестно, что будет с его карьерой. Он вообще сидит в тюрьме. Он винит в этом меня? Саша, ты же умная девушка. Ты сама все прекрасно понимаешь. Ты создаешь ему проблемы, которые решить не можешь. А знаешь, кому приходится их решать? Мне? Вы их решили? Его выпустят? Даже когда Вадима выпустят, что будет дальше с его карьерой, очень большой вопрос. Эндрю! Мне правда жаль. разве тебе не нужно лежать? А ты разве сейчас не должна быть на работе? Варковский отпустил меня на обеденный перерыв. Я узнала то, что ты дома и хотела с тобой поговорить. Спокойно, не так, как вчера. Давай, давай, попробуй. Ты должен забрать заявление. Приведи хоть один весомый аргумент. Если бы не в один, то мы бы с тобой друг друга не нашли. Это все эмоции. Рано или поздно я все равно по тебе нашел. Как нашел Олю? Я тебя прошу, пожалуйста, забери заявление. Вадиму светит реальный срок. Зачем тебе ломать жизнь человеку, который меня спас? Вадим считает, что я поломал его жизнь. Ну так измени это. Пусть его выпустят. Вы сможете поговорить. Мы с ним все уже обсудили. Вадим считает меня своим врагом и когда он окажется на свободе, снова начнет мне мстить. Он не будет мстить. Обедный перерыв заканчивает. Пожалуйста, поезжай в офис. Ты это сделаешь? Мне надо работать. Вот здесь, пожалуйста. Этот документ дает мне право подписи и я смогу без твоего присутствия купить контрольный пакет. Вадим? Ты не доверяешь мне? Эндрю, надо заканчивать эту гонку. Вадим, сейчас не время отступать. Адвокат уже работает над твоим освобождением. Ну, считай, что ты здесь на курорте. Всего пару дней и ты опять встроен. Так все, хватит, Эндрю. Я сказал, я выхожу из игры. Это все замкнутый круг. Это месть ни к чему хорошему не приведет ни меня, ни Глобал. Вадим, мы уже на финишной прямой. Осталось сделать последний шаг. Глобал или развалится, или приведет к тебе. О деле поговорили. Все, Эндрю. Теперь о главном. Как там Саша? Мне не дали ей позвонить. Возможно, устроить встречу? Да, конечно, Саша. Совсем забыл. Она что-нибудь сказала? Нет. Просто отдала ключи, и все. Извини, если я, возможно, Лезу не посмотрела, но мне кажется, что она больше не захочет встречаться. Ой, 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 ой. Иди сюда. Можешь себе на секунду. Кофе поставь куда-нибудь. Да, не надо. Я сама. Ну, давай, постой тогда здесь аккуратненько. Сходи за водичкой. Ой, мать, ой, ты накуролесила. Ты знаешь, это первый случай в моей жизни, когда мое пойло не срабатывает. Извините. Извините. Значит так, идешь сейчас домой. Дома проспишься и свеженько, как огурчик, со свежим дыханием и, самое главное, со свежими мыслями возвращайся обратно в наш офис, а в следующий раз решишь затусить, не забудь меня позвать, потому что с алкоголем у тебя проблема. Ты себя не контролируешь. Спасибо. Стоять. Да, да? Да, я пешочком. Угу, пешочком. По-моему, ты себя переоцениваешь не только в алкоголе. Алло, машинку к офису компании «Глобал», пожалуйста. Адрес какой у тебя? Где ты живешь? Сконцентрируйся. Трубопроводная 10. Труба что? Трубопроводная 10. Назови хотя бы одну причину, кроме двухэтажного пентхауса, чтобы уехать так далеко. У меня двухэтажный пентхаус. Отвезите девушку, пожалуйста, в двухэтажный пентхаус по адресу улица Трубопроводная 10. Угу. Спасибо. Через пять минут будет машинка, сейчас держимся за меня. Аккуратненько облокоти за меня, и как статуя. Уверенно, вытянутой походочкой, молодой, юный алкоголик. Коля! Да? Что это за новости? Чего на мой телефон тебе звонят? Я не знаю. Не знаю. Алло? Коль, какого на телефон не отвечаешь? Не отвечаю? Не знаю. Разрядился, наверное. Где деньги? Слушай, это, завтра. На крайняк поспезавтра, а? Крайняк истек вчера. Так это я ногу подвернул, понимаешь? Нам осталось только встретиться, понимаешь? Короче, так, если завтра денег не будет, мои ребята так по тебе съедут, что ты не только ногу потянешь, но и башку потеряешь. Да-да-да. Ясно? Ясно, ясно. Ну вот и хорошо. До завтрак. Давай, давай. Дайте свои привет передавай. Ага, пока. Служили вместе. Выпить зовет, а куда я без тебя поеду? Неинтересно мне. Ага. Ну да. Сама слышала, голос на мужской. Классный парень был. Сейчас он... Точно? Да. Можешь тебе говорю. Смотри мне. Открывай. Ну что, боец, дополнительный срок своим поведением ты себе уже накрутил. Улик против тебя море. Так что мой тебе совет. Пиши чистосердечное. так хотя бы срок, возможно, сократят. У меня есть право на один телефонный звонок. Угу. Есть. Есть. На один право есть. Про адвоката, значит, спорно, да? Да нет, мне одному человеку позвонить надо. Посмотрите в мобильном. Катя Полтавская. Катя Полтавская. Катя Полтавская, знакома, что ты Полтавская. Слушаю. Так это что? Внучка нашего олигарха, что ли? Она? Молодец. Молоток. Думаю, все-таки отборожат тебя, да? Да нет, это по личному. Очень надо. Очень. Ну что ж, раз очень, ты давай мне пиши по-личному. Ну, все личные вопросы мы потом с тобой обсудим. М? А я вот так. А я вот так. Добрый день. Привет. Привет. Кать, что-то случилось? Мне нужен хороший адвокат. Ну, обратись к вашему семейному. Я думаю, вы понимаете, что адвокат моего дедушки отказывается защищать Фадиму. Попробуй позвонить Барковскому. Барковскому? Да. Мне нужен адвокат, который сможет защитить человека, обвиняемого в крупных финансовых махинациях. Послушай, Барковский столько лет на рынке. У него знаешь, какие связи, какие люди? Может, даже адвокат не понадобится. Серьезно? Серьезно, позвони. Походи. Вот, походи. Алло, Егор, здравствуйте. Это Болтавская беспокоит. Мне нужен самый лучший адвокат. Мне сказали, вы можете помочь. Неужели наша Катина не поширила? Это для Вадима. Наконец-то. Так, сейчас брошу телефон, скажешь от меня. И давай обратный труд. Хватит мне, что Саша совсем от рук отбилась. Ну что? Ага. Вижу, ты себе не изменяешь, да? лист по-прежнему чист. Угу. Значит, чистосердечное писать не хочешь? Адвокат тебе не нужен? Слушай, ну, это как-то на самом деле странно получается. А вы меньше ищите странностей, а лучше верьте очевидным вещам. Например, кто такой, чем занимается Олег Рой? А что? Это очевидно, чем он занимается? Ну что ты молчишь? Давай, поделись, если знаешь, расскажи. Ну, напиши. Вот это совсем мне хочется с нами сотрудничать. Повторяю еще раз. Организуйте мне встречу с Катей Полтавской и будем сотрудничать. с нами сотрудничать. Угу. Хорошо. Если будешь с нами сотрудничать, будет, по-твоему. Слово даю. Прокуратура за вашего Вадима крепко взялась. Перспективный он с точки зрения обвинения. Вы же поможете? Барковский сказал, что вы... Барковский милар. Но это вам не травку дуть в туалете самолета. Для вас же это не проблема? Это моя работа. И ваши деньги. В данном случае много денег. Значит, не проблема. Серега? Надо же, узнал. Как жена? Как, что скажешь? Влюблен. Слушай, ты о деле Иванова из Глобова слышал? Угу. Сколько? Понял. Перезвоню. И что? Можем его выпустить. Под залог. Отлично. Когда? За ваши деньги. Хоть завтра. Спасибо. Садись, давай кушать. перевилку. Значит, во-первых, садишься завтра пить, а во-вторых, остаешься жить у нас. Не открывай. Ну, это мне? Ну, да, кому еще? Тебе же завтра очень важное собеседование, а ты должна быть самой-самой красивой. не поймешь. Ваня, оно же... А-а-а! Правда? Ты же не будешь болеть, это... А-а-а! Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Привет, Эндрик. Ой, какая-то внезапная. Кофе? Благодарю. Я тут узнала, Вадима могут выпустить под залог, я не понимаю, что твой адвокат делал все это время. Цена вопроса? Цена вопроса. Насколько я понимаю, у Вадима были накопления кое-какие. Думаю, их хватит. Все свои накопления Вадим пустил в дело. Поэтому и сидит? Так, не в этом делаю. Я тоже переживаю за Вадима, и я, например, могу попросить своих родственников судить мне определенную сумму, но я не уверен, я боюсь за деньги. Что, если Вадим сбежит? Хорошо, я сама на эту сумму и убежу залогу. Окей. Ну а дочки как, отучились? Второе высшее получает, но ты же не за этим позвонил, правда? Какой ты прозорливый. Да, ты предсказуемый. Ну, у кого надо приезжать на этот раз? Володь, помоги мне, пожалуйста, вытащить Иванова. Слушай, неожиданно, то посади, то выпусти. Ну, попугали, и хватит. Чего жизнь-то ломать человеку? Жень, раньше об этом думать надо было. Дело в производстве, там такие суммы на офшорах оказались. Высокое начальство страшно заинтересовалось этим твоим персонажем. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Жень, я попробую, но не обещаю. Попробуй, попробуй, я уверен, что у тебя получится. Лиза, Лиза, доченька, ой, доченька, соскучилась по тебе, Лизуша. Давай, выкладывай, что у тебя там, я на три часа на массаж записывала. Лиза, он ботинки почистил. Кто? Коля, ботинки почистил, надушился, куда-то побежал, все на часы смотрел. Наверное, на работу устроил. На работу, да, Коля? Не, ну, понятно, что нет. Ну, может, он в магазин пошел, в кино, я не знаю. Чего ты? Налево он пошел, налево. Да ладно. Не да ладно, говорю тебе. Мам, ну, ну, с кем он где мог познакомиться, он даже пиво на дом привозит. Да? А в интернете? Вот в интернете. Он же там все время сидит, от компьютера не отлипает, сегодня отлип, пошел. Ну, и что? Ну, запаролен. А ты свой день рождения водила? Да, и свой, и его. А мама его день рождения? Так он его не помнит. Ну, да, и не мой, конечно. Может, пиво? А чего? Давай. А, давай, пиши. Да ну, не. Подожди, подожди, пивко. Ну, подожди, подожди, пивасик. Давай. Пивасик. Зашла? Да. А ну-ка. А, придурок. Так, давай, смотрите, последний, открытый. Вера Коротко. Вера. А кто это? Верка. Кто это? Подружка моя лучшая, школьная. Эх, значит, он с ней переписывался. Да ну, она страшная, ну, попереписывался, ничего это не значит. Что же мне делать-то? Так, мам, не перекладывай, с больной головы не здоровая. Мне на массаж надо, а ты перестань нервничать. Я пошла. Все, просто как гром среди ясного неба. Еще вчера здоровая, веселая была, и на тебе. Какой ужас. Да. Навестить ее можно? Да, можно. Может, только она без сознания. Говорят, что если операцию срочно не сделать, она вообще может с себя не прийти. Да, я обязательно с мужем поговорю. У него много хороших врачей. Да врачей-то, врачи-то есть, денег на них нет. Слушайте, вот это вообще не проблема. Мой муж как раз заведует дотациями и квотами. Да наши квоты за границей не действуют. А от Зоечки уже все отказались. Говорят, поздно уже. Пусть доживает и без себя на кладбище присматривает. Нет, мы денег много собрали. Немного не хватает, поэтому, если вы можете, чуть-чуть... Коль, вы знаете, вы успокойтесь. Вы очень правильно сделали, что вы ко мне обратились. не, 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 не потому. Просто Зоя так о вас тепло вспоминала. Я подумал, что нужно вас на похороны пригласить, ей приятно будет. Мужец какой. Значит так, я сейчас еду к мужу, а вы мне напишите свой номер карточки. Деньги завтра будут. Не сейчас тебе ребят посылать. Давайте звонить. Будьте любезны, подождите еще один день и тогда можно будет завтра к операции приступать. Или к вечеру. спрашивать о наличии нельзя, это был ускоренный процесс. Да, да, конечно, конечно. Коль, ты это все в обороне? Да, завтра, завтра все будет. Коль, я понимаю, что мои слова неуместны, но держитесь, слышите? Держитесь, все будет хорошо. Держитесь. Держитесь. Слава Богу. Привет. Даже не похудел. Не успел, спасибо, Евгений Александрович. А при чем здесь дедушка? Он кто меня вытащил? Это Катя. Так что теперь ты ей должен. Впрочем, как и всегда. Спасибо, Катя. Ну, что, поехали, отметим твое триумфальное возвращение. Слушай, Андрю, давай завтра, окей? Я сейчас в душе спать. А, окей. Ты меня подбросишь? Конечно. Я набрала Саши. Поговори с Нейной, переживай. Да, Кать, привет. Что случилось? Барковский снос брать собрание после полуночи? Привет. Привет, Саша. Тебя выпустили? Да, меня отпустили. Ты приедешь? Я... Саша. Я понимаю. Мне нужно ничего объяснять. Рады любозны, это то, чтобы закончить. Удачи. Разрешение. Каждой ночью без сна поднимаясь со дна, кушинки грустят. Дня пламена, как грубока глубина. Кушинки молчат. Незаменно в течение вовлечения. Очередцы, пленники, тайны, дыры. Ой, Коля! Ну ты снова, что ли, ключи не взял? Так. Зоя. На ловца и зверь бежит. Зоя, а ты что, не в больнице? А че я должна быть в больнице, а? Так твой муж сказал. Коля. Ну да. А, ну понятно. Я в больнице, квартирка свободна, да? Делаешь, что хочешь. Молодец. Подожди, я гостиницу принесла. И вот еще деньги. Ага, еще и деньги. Ты его еще и деньгами снабжаешь. Купили мужичка. Молодец. Так, стоп. Я не поняла, ты о чем сейчас? Давай, давай, давай. Ты в школе такая была. Ты всегда меня переигрывала. Иван Иванович, дорогой, здравствуйте. Фу. Да ладно. Угу. А вот ты мне в школе всегда завидовала. Я? Да. Потому что учителя меня любили, а ты троечницей была. Конечно, потому что я аж глазки учителю по литературе не строила. Куда тебе? Ты ж какой толстухой была. Чего? Так, Оля, стоять. Вы же сказали, у нее онкология. А я вижу, тут у нее с головой непорядок. Ты что наговорил? Ну, на этой стадии одно на другое влияет. Подожди. А вы что, не любовники? Знаешь что, Зоя? Даже умирающим. Не все позволено. Подожди, подожди, подожди. А кто тут умирает? Коль? Николай. Девушки, пойдемте попьем чай и поговорим спокойно. Привет. Который час? 6.15. Ну, и 6.15 минут с тобой поваляться. Прости, что вчера я снова тебя не дождалась. Теперь о главном. Как там Саша? Совсем забыл. У нас что-нибудь сказала? Нет. Просто отдала ключи и цены. Чай, кофе. Виски. Один будешь пить? Может, ты останешься со мной? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. IL Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok